Валенчик прибывает, есть о чем поговорить. Вначале можно оценивать как анекдот, можно как действительность не очень приятная в нашем современном мире. Не буду называть ключевых слов, все поймете. Значит так, без ключевых слов. Уничтожен соответствующий службой фильм, вебинар 106. На основании его мой брат Юрий Железов сделал фильм, посвященный современным проблемам, знаете каким. Он был уничтожен, он получил предупреждение. Я его не стал здесь целиком копировать. Последняя фраза была, в нем недостоверная медицинская информация. Кто хочет убедиться, что же я такого там натворил, ужас с друзьями, вернитесь вебинару номер 106. Так, долго думал, собачиться, не собачиться, но тогда вообще можно оказаться без Ютуба. Я решил сделать так. Я поступаю, что такое запуск язык, вы знаете. Итак, друзья, никогда в случае проблем не используйте совет Латинкова, а ни за что никогда о том, что содовый раствор при ингаляции пригодится. Раз, никогда не используйте совет Латинкова, подробнее вебинар 106, о том, что нужно использовать ценнейшее растение. А, нет, нет, абсолютно ни в коем случае, ни хрен. Не использовать хрен для создания лекарства. Ну, самодельно. И ни в коем случае не использовать продукты пчеловодства. Ни за что. Вот. Катю Кузнецову пошлите далеко-далеко. И меня тоже. Ни за что. Поняли? И ни за что не используйте вот это вот. Вот это вот. Я там использовал фотографию, чтобы показать, что, значит, очень пустая площадка. С утра до вечера практически никого нет. Все сидят по домам и оздоравливаются. Вот это обязательно скажите. Сидя по домам можно оздоравливаться. Это тоже входит вот сюда. Вот сюда, вот сюда. Поняли? Вот. Никаких стадионов. Все. Запомнили? Только дома сидеть и гнить, ой, не гнить, а я хотел сказать, оздоравливаться. Вот. Теперь. С этим мы закончили. Так. Теперь, значит, то, что квартира та же теплица и источник инфекции, это неправда. Не зря же фильм уничтожен. Все на стадионы. Ни за что. Это я с горяча написал, чтобы вам сказать. Сейчас говорю. Ни за что на стадион. Вот. А нас учит поколение памперсников, как спасаться. Что такое мужчины-памперсники, мы еще с вами поговорим. Это горько, это страшно. Особенно второе, третье поколение. Ну, а пока давайте немножко лирики. Гуси, ой, гуси. Утки. 21 ноября. А стали зимовать. Это значит, что? Прогноз Железова. Первый, что утки не улетели, значит, зима будет теплая. Причем только у меня. Я заметил, последний год-два у нас абсолютно одинаковая температура с Красноярском, которая севернее 400 километров. И еще, кроме этого, бывает еще даже теплее, чем. То есть, холодильник в Красноярском. Там тоже не бывало, я бы сказал, местный тепловой режим меняется. Вот. Все это пригодится для создания и новых сортов, и для того, чтобы мы могли выращивать то, что вчера казалось невозможным. То есть, помогать будет новая технология Железова, но и заодно будет помогать еще, кроме этого, и всеобщее потепление. Вот. Где-то будет хуже. Запоминайте, плод. Скоро сюда начнется миграция. Поверьте. Как сказал Курдюм, говорю, полушетя, полусерьезно, но это его слова. Повезло, Железов? Железов, Сибири. Повезло, с точки зрения, что тут оттепели, не оттепели. Это понятно. Но самая фраза, конечно, звучит с перспективой. Вот. Миграция относится сюда. Почему? Евразийский материк – это плод. Смотрите. По краям. У-у-у-у-у. Что творится в этом самом? Приморье видели? Что творится в этом Владивостокском? Ну, в общем, поняли. На Дальнем Востоке. Вот. Ужас дикий. Пещерные времена вернулись. Все парализовано. Да еще с такой властью. Так вот. Что-то не прошелся по власти. Ну, ладно. Еще раз видно меня. Вот. Здесь масоны-пассаты. Здесь масоны-пассаты. В центре не то, что тишина. Относительное спокойствие. И когда-то вы нам позавидуете. Не только Курдюма с Кубани, но и весь остальной мир. Вот. Теперь поняли, да? У утки потепление. Так. И еще, что какие-то приметы были. Цветение позднее в сентябре было. Но это такой случай. Необъяснимо. Искалечишь дерево, цветет. Небесной осенью. Ну, понимаете, что я все... У меня же все про то же. А теперь, значит, второй... Нет, тогда еще один пункт. Ага. Рябина нет этого урожая. У меня огромное дерево рябина. Я его где-то трехлетний выкопал. Ему уже, значит... Где-то 37-38. А она без фруктов, без плодов. А плоды рябиного подкомка птицам во время страшных морозов. Это спасение. Рябина нет и не плодоносят. Значит, ждем теплую зиму. У себя тоже свои приметы. Пытайтесь это. С этим понятно. Ни в коем случае на... Как он называется? На стадион ни за что. Попробовал я... Ну, любимое занятие. Статистика. Ну, скуча занятий. Если мэр Собянин сказал, что... Это его слова. 2% москвичей заболели. Ну, мы со школы помним. Это каждый 50-й, да? А у нас на весь город штук 50 моржей. Ну, мы же еще будем... Декабрь, январь, февраль, март, апрель. Так. Я с моржами связи не теряю. Это значит, что... И с вами посчитаем, сколько заболело из моржей. Почему? Такая страшная вещь. Она вроде и подлая. А может быть и правдивая. Но в то же время подлая. Но правдивая. А правдивая, но все-таки подлая. Дело в том, что нам говорят как? Придет этот самый... Крещевое слово не называем. Придет этот самый... И тогда... Не важно. Не важно. Но какой у тебя иммунитет? Все равно прицепится. Я в это не верю. Обратите внимание на вот этих ребят. Вот. Обратите внимание, когда съемка была. Как в октябре. Вот. Сколько радости приносит моржевание. И вот я, когда фильм был уничтожен. Спасибо. Тем, кто это самое... Ну, спасает от моих неосторожных советов. Народ. У меня зачесались кулаки. Вот эта девочка. Моя внучка. Соня. Вот. Она уже тоже знает, что нельзя поливать прямо на штамп. Это вредно очень дереву. Вот. Забудет завтра. Я сказал, отступи и поливает. Но дело не в этом. Дело в том, что она на природе. И вот когда... Знаете как? Я тоже учусь. Вдруг я однажды подумал. А ведь современный парень, современный мужчина, он ведь... Анемичный. Я тогда взял и набрал. Что такое анемичность? Ну, завстрял в голове где-то это слово. Набрал. Так. Значение слова анемичный. Что такое анемичность? Так. И вот получается. Малокровный. Вообще бледный. Вялый. Выражаясь в такое состояние. А подросток. А вид. Ну, ладно. Видите, даже подросток выделено слово. А толковый словарь Ожегова, это считается истинно последней инстанцией. Я не прав? Преанемеет. Сейчас поймете, к чему я клоню. Да. Вот уже смотрите на свои ладони. Ведь не зря же эти ладони. Вот видели красную ладонь. Мне пока это не грозит. Посмотрите на свои. Те, кто много дома сидит. Меня утешает то, что эти 500-600 человек, которые за неделю посмотрят этот фильм. Именно эту съемку. Так, они все садоводы. К ним практически это не грозит. Но вокруг нас, наше окружение, особенно дети, это страшная вещь. И вот я выбрал почему. Органы подвергаются кислородному голоданию. При анемии. А я говорю, что наоборот. Кислородное голодание, малоподвижность, приводит к анемии. Понимаете? То есть, и АЖ был не медик, и я не медик, я металлург. Но я вам говорю, кислородное голодание приводит к анемии. А кислородное голодание от того, что человек мало двигается. Давайте сравним. Есть же какие-то цифры, вы можете их даже где-то узнать. Кто-то из... О, я же люди опытнее меня, они среди наших друзей, ребята, к полку прибывают. Какие специалисты появляются. Они прекрасные специалисты во многих областях. Они... Это наша соль, наша вот... Вот эти все, кто сейчас на экране. То есть, кто смотрит или посмотрит там записи. Это все... Я не зря элитой называю. Ну, и посчитайте, сколько кислорода, если человек сидит целый день у утилизера или у этого компьютера, да? Плюс еще, он же спать должен 8 часов. Вот. И на работе многие сидят. Вот. Или то занимаются физически. Вот и получается сокращение числа элитроцитов, гемоглобина. Все понятно. Вот. И теперь давайте сравнивать. Китай. Видели? Я подряд вот одну взял фотографию, другую взял. Ну, набрал просто. Ушел к Китаю. Смотрите. Я сам был поражен. И те, кто ездили в Китай, мои знакомые. Говорят, что все это правда. Это не выстановочные эти. О, старики. Это мои сверстники. А это посерьезнее. Это я боюсь, что все с погонами. Сильно много их. Чтобы без команды такую толпу не собрать без приказа. Вот. А вот эти девочки, любая из них, подросток, она набьет морду любому парню, сверстнику, нашему русскому. И права будет. И бить будет, знаете как? Почему? Вот она подрастает поколение. Вот эти мальчишки, если это свежий снимок, я не знаю, сколько ему лет, то через 5-10 лет, кто не будет говорить по-китайски, будут вынуждены, кто успеет, удраться с Сибири. Вот что будет. Почему? Смотрите. Ладно. Это опять Соня. Я ее учу драться. Почему? Догадываетесь? Потому что за нее, когда она подрастет через 5-10 лет, за нее ни один парень не заступится. Понимаете? И вот сейчас я скажу самое главное, что я хотел сказать. Именно вот. Потом будет много советов полезнейших именно садоводства касаться. Тем более садоводство – это движение, это жизнь. Никто же не заставлял дачникам 20-30 лет назад успевать строить, пусть хибары, пусть там какие-то дома необязательно роскошные. Вот. Посадить сад. Каждый год морковка, свекла, все свое. Но вот никто не заставлял. Это сейчас пришло такое время. Так вот, смотрите. Я сейчас начну, глядя вот по эту фотографию. Вот почему. Смотрите. Это займет 10-20 минут. Но я когда-то выступлю в последний раз. А вдруг я это не успею сказать. А я говорю то, что меня волнует и должно волновать всех, включая министров, капиталистов. Смотрите. Значит, советское время. Я вас интригую. О чем буду говорить, вы даже не догадываетесь. Потому что такие вещи, они проскальзывают, только в одной из тысячи остаются. Или миллиона. Америка. Вот. Авария переворачивается. Лодка. Или там катерок. И там человек 6-8 заперевернутый держатся и ждут помощи. Значит, все это происходит. Там, как сказать-то. Ну, то есть, это было зимой, но вот шуга. Я специально... Меня бы Бог послал два таких сюжета. Обязательно где шуга, лед. И вот этот крошевый в этом, в ледяном, значит, лодка перевернутая. Застряла. И вот так торчит 6 или 8 голов. Прилетает вертолет спасательный. Спускает этого. Толстую веревку на петле. Знаете, там такая петля. Вот. И раз поднимает одного. И видно, и причем комментирует наш советский этот. А для нас Америка это было чудовище. Загнивающе. Все люди сволочи. Бито в башку. Я же ничего не преувеличиваю. Все у всех только в доллары, а в глазах больше ничего. Все они эгоисты. Никто никому не поможет. На улицах бездомные замерзают. Вот. Никому не нужное. Негров издеваются. Негров лечуют. Вот все американцы сволочи. Один парень молодой. Команда просто берет ребенка. Раз в эту петлю. На вертолет поднял. Женщину. Раз в петлю. Поднял. Пятый где-то. Шестой. Седьмой. Вот. А он не цепляется. Он каждого. Это. Ну. По горло в воде. Он каждого садит в петлю. И поднимает. И когда петля опустилась в последний раз. За несколько секунд до этого. Он исчез под воду. Утонул. Вот. Я был шокирован. Мне это осталось на всю жизнь. Я когда-то приведу свои примеры лично. Из моей личной жизни. Потому что я прошел такую школу. Вот. Вот. Но. В данном случае. Вы поняли. Что такое настоящий мужчина. Вот. А у нас показывают толпу. Идет. Нет. Идет толпа. И какой-то негодяй. Пьяный. Которого самого щелчком сбить можно. Вот. Пинает женщину. Лежачую. По животу. По лицу. Понимаете. И тут же идут один. Второй. Считать можно. Десятый. Двадцатый. Тридцатый. Сороковой. Потом старушка подходит. Хватает его за руки. И вторая старушка подходит. Хватает его за вторую руку. Я это поколение. А проходит в основном. Стрельцы. Сорок лет. Ну. На улице кто ходит. Вот. Еще не было никакого этого. Никакой эпидемии. Не было эпидемии. Ничего. Просто нормально. Я их назвал. Мужчина. Памперсники. И видимо уже второе поколение. Почему папперсники приводят такие радиации. А потом бесит. Ну ладно Америка. Меня наболело. Я полчаса потеряю. Ну когда вы денетесь дальше пойдет это. Как называется. Садоводство. Вот. Второй пример. Но уже не все так плохо. Где-то. Полгода. Год назад. Показывали по центральному телевидению. Ребенок. Девочка. Примерно 34 года. Упала с пирса в воду. А там толпа. И они смотрят. Прыгнул. Мужчина. Схватил ее. Я специально сказал слово мужчина. 13-летний парень. Он прыгнул с высоты где-то 2,5 метра. Он ее схватил. Подтащил. И тут 100 рук потянулось. 100 рук. Спирта. Вот. Ни один мужик не прыгнул в воду. Ну льда не видно было. Ну наверное холодно было. Вы понимаете? И вот только этот. Да конечно потом наградили. И там МЧС. Все прочие награды. Там. Эти грамоты. Но вы понимаете до чего дело дошло? А кто бы из вас не прыгнул бы? А тут вся эта сволочь стояла. Смотри. Переживали. Да. Переживали. Да. Помогли потом выбраться. Да. Руки протягивали. Вот это. Ну еще один случай расскажу. Так. Я его даже где-то записал. Вот. А. Опять Америка. Запомните. Первый сюжет я рассказал с советских времен. Наверное тогда мужчины были в Америке. Если человек пожертвовал жизнью. Чтобы спасти столько людей. И не просто же было петлю-то их посадить. Понимаете в чем дело? Опять Америка. Ну наверное не совсем современный. Лет пять назад показывают сюжет. Но это уже памперсники. Шуга идет. Сплошной лед. Вот такими комками. Так. Вот. А где-то как он оказался в воде? Метра в десяти, в пятнадцати. Не дальше. Мужик держится за что-то. Торчит из воды какой-то столбик. Он вот так держится. А шуга. То есть лед. То есть он с секунды на секунду. Он утонет. Просто остановится сердце. Идет минута за минутой. На берегу стоит целая толпа американских МЧСников. Одеты в форму в их МЧС. Ну как красивый форму сейчас. Вот. И спасает. Знаете как? Они кидают ему канат. На конце петля. Кинули. Бах. Метр не долетело. Второй раз кинули. Чуть правее. Третий раз кинули. Чуть левее. Четвертый раз кинули. А человек ждет помощи. А они все на берегу. Но это было одно. Простудиться можно. Если прыгнешь в ледяную воду. Да. Может они плавать не умели. МЧСники тоже знаете. Разный народ бывает. Парень с берега прыгнул в воду. Просто прохожий прыгнул в воду. Доплыл до него. А метров 10-15. Схватил его за шкирку. И вытащил. И вот тут когда он их подтащил. Они все руки протянули. Сухие. В ботиночках. Или в чем-то там. Одеты. Обуты. Вот. Протянули руки. Вытащили. И пошли его реанимировать. Этого несчастного. Понимаете. Нашелся же один. Но уже в наше время. И у нас мальчишка 30-летний нашелся. Но сейчас это стало. А рядом или женщины избивают нас. Вот. Или это тонут. Вот. И у меня таких случаев уже еще несколько. Из моей личной жизни. Просто я на что хочу сказать. Теперь вопрос. Имею ли я право железо вот таким тоном. Говорить про всех мужиков России. Вот. Они не виноваты. Их вырастили в памперсах. И у них. И сейчас скажу. Не. Вначале почему я имею право. Норильск. Так. 10 лет я был командиром добровольно-госпасательной дружины. На моей совести. Как сказать. Ну да. Совести. Несколько спасенных жизней. Мне вручал. Недавно умер Долгих. Бывший директор комбината. Вручал орден славы. Что он при этом говорил. Я говорить не буду. Вот. Пусть останется это самое. Он кричал. Он не говорил. Не на весь этот зал. Огромный зал. Мне вручают орден. А. Так. Шепнул на ушко. И вот что получается. Мне кажется. Что. Я после этого. Имею право. Говорить в таком тоне. Вот. Потому что у меня. Своя школа выживания прошел. Я. Я могу и вас поучить. Это только. Нужно ли вам это. Они верили не вам. А уже вашим детям внукам. Я как могу учу. Эту девчонку я учу. Теперь давайте о мальчиках. Девочки. Они защищены. Должны быть от холода. От всего. Они. У них где-то родное. Органы внутри. Мальчик родится. Один из там тысячи. Или сотни. Не знаю. У него. Его ждет бесплодность. Почему? У него. Яички. Находятся внутри паха. То есть. Не выходят наружу. Зачем они выходят наружу? Вы уже наверное знаете. Я уже говорил об этом. И вот оставшись внутри паха. Имея температуру тела. Они делают человека бездетным. А для меня бездетный. Это тот же инвалид. Тот же инвалид. Наука сейчас заговаривает иногда. Да. Если растет, яички выходят. Вот. Может быть такой случай. Хирурги. Я сейчас знаю. Я сказал знакомый. Вот тебе пять тысяч. Так ребенка отведи хирургу. Вот просто дарю тебе пять тысяч. Потому что у нее нету своих денег. А бесплатно не получается. А сейчас заплату не получается. Ребенок хирургает. А уже прошло два года. А ребенок хирургает. Это даже мой случай. Вот. У меня таких случаев накопилось. Что это. Я уже. И папа. И дед. Я уже до десятков встал. А этот случай у меня не получился. Потому что не берут в больницу детей сейчас. А главное не это. Главное то, что. Почему у мальчиков яички снаружи. Потому что у них по физиологии температура тела на 2-3 градуса должна быть ниже. А дели на него памперсы. А он по фрейду расти должен. Расти и развиваться. У него должна развиваться половая система. Не когда называется половое созревание. А по фрейду. Который входит в десятку гениев планеты. Только мы считаем, что он идиот. Российская наука. Психиатрия считает его идиотом. А он входит в десятку гениев. А этот гений говорит. С первого дня жизни. Ведь развивается. Но он называет слово сексуальность. А я применяю другое слово. Просто развитие половых органов. Любая перегрев, задержка или остановка. Мало мужских гормонов. Не будет ни ума, ни силы. И не захочет ребёнок, который одет памперсы. Потом, который 24 часа в трусах. Которые природой не предусмотрены. Тем более в плавках и прочих этих. Не должен он в этом ходить. Потому что не развивается он. Он, все мозги-то, да, там, культура, да, там, это, интеллигентность. А организм-то животное. Ему же надо потомство производить-то. Да здоровое. А как он его произведёт-то? 24 часа у него яички, прижатые к телу. Имея температуру тела. Вот это. На уровне страны. На уровне мира. Потому что это памперсники. Это Франция. В Англии, где это, вон, свежие эти. Надо же так всё. У них, что мужчина не красавец, то гей. Вы представляете? Да у нас это. Мы немного отстали по культуре. Вспомните, насколько лет туалетную бумагу позже появилось. Чем на Западе. Вспомнили? Так же памперсы. Подгузники. А красаваться надо в узких плавках. Температура тела, она не смертельная. Она, ну, это самое. Не развивается же это самое. Ну, вот как бить башку этим всем президентам, премьер-министрам? Да выступите вы с этим сообщением. Ну, если это самое. Вот, понимаете. Вот, смотрите. Сейчас ради... Так. Ну, чем мне, ну, это самое. Не Владимир Владимирович. Вот этот. Справа внизу. Ну, чем? А? Ну, сам-то ты ушу занимаешься-то. Ну, помоги ты людям. Объясни ты им, что это... Что это... Должны знать, что... Ведь они же, эти ребята нас завоюют. Вот эти девчонки любого парня побьют. Вот. А это что толку? Подрастет, я вам буду научить, извините, пояться бить парней. Потому что защитить никто не защитит ведь. Вот это я хотел сказать. Вот это вот самое страшное, что... Ну, мальчики ходят, и у них прижаты, прижаты. Они не развиваются, не развиваются. Поколение за поколением. Когда отняли у людей пенсии, каждого прикинули по миллиону. Никто, даже не это, не пикнул. Это ж тоже не мужское занятие. И ещё много примеров бы я привёл. Всё, мужчин нет. То, что официально теперь называют, полуофициально, офисный этот, планктон. А я ещё проще называю. Памперсники. Для них трусы до самого совершеннолетия, это те же памперсы за меня. Вот это я высказался. Имели я право говорить? Сейчас скажу до конца. Значит. Прошло 8 лет, чтобы вы поняли, насколько серьёзно всё. Прошло 8 лет, как я уехал с Новичска. Уволился. Вот. Через 8 лет проезжает мимо в Шушенске мой друг Володя Посельский. На новом автомобиле. А помогал ему перегнать автомобиль. Апаратчик нашего же цеха. Так. Молодой парень. Вот. Которого он нанял на время отпуска. Он, кстати, меня сменил, Володя. И тоже стал почётным металлургом. Чем я горжусь. Он мой ученик. У меня и там были ученики. Вот. Многие считались учениками даже старше по возрасту. Потому что технологии ни хрена разобраться не могли. Так вот. Значит. Красный хутор. Сидим за чаем. Разговариваем. Вспоминаем минувшие дни. Сколько мы аварий прошли. Сколько всего. А парень молчал, 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 молчал. И вдруг сказал. Так вы тот самый Железов. Да у вас же легенды ходят по заводу. Вот. За эту фразу. Вот. Что я не болтун. Что это действительно так и есть. Вот. А это самая аппаратистая. Жена директора. Это же немыслимо. То, что сейчас норникель. А тогда был директор никелевого завода. А его жена у меня работала оператором. У меня в Железово. Старшего мастера. Вот. И вот она сказала. Валерий Константинович. Вы единственный. А она там общается в этих кругах. Сами знаете. Где дают награды государственные. Ну. Жена директора. Пусть аппаратисты. Оператору нужна директора. Вы единственный. Кому дали орден. Не по разнарядке. И вот только на основании этого. То, что я стал легендой при жизни. Я рассказал бы. Все такие случаи дикие. Это уже. Невозможно в это поверить. То, что я рассказал. Именно поэтому не рассказывал. Сказал. Ну, наговорил. Но то, что есть, то факт. Я имею право говорить. Вот. Нам нужно вырастить мужчин. Иначе вот это нас ждет. Эти ребята нам не простят. Запомните. Как было с животными отношениями. Как была конкуренция. Вот. В данном случае, думаю, это конкуренция за наших женщин. Эти парни. Своё не упустят. Вот. Или уже заранее учите. Не по-английски говорите. А по-китайски. Кто-то еще догадается. Нужны будут и переводчики. Вот. И рапсила китайцам нужна будет. Вот. Этот леп проснется. Их водят этих ребят смотреть. На расстрелы этих самых воров. Вот. Воров и коррупционеров на расстрелы. И Китай не может себе ничего позволить. Потому что знает, что это реально. Попробовал крадить. А у нас, тем больше украл, тем больше почета. И главное, что вот это то, что я сказал. Оно останется между нами. И дальше не пойдет. Я сейчас попрошу это. Ну что, еще раз попробую. Юрий Владимирович, брат мой родной. Вот. Железов. Я знаю, что здесь должен быть. У меня сейчас передо мной нет картинки, где эти фамилии. Вот. Пожалуйста. Вот именно вот этот кусочек вырежем. Вот. Под название придумаем. А вас я попрошу, когда вы увидите этот кусочек в интернете, рассылайте, рассылайте, рассылайте. Умоляю. Вот. Иначе нам хана придет. Потому что там наверху о чем угодно думают. Только не о нас, не о будущем. Не о наших детях. Вот. Чтобы мне не пришлось учить ее бить по яйцам. Парней. Страшно, что творится в стране. Продолжение следует.